В информационной студии телеканала Север Елена Ванцева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Вице-губернатором Нейнского округа предстоит усилить работу по привлечению федеральных средств на реализацию национальных проектов в регионе. Такую задачу в ходе еженедельной планерки поставил губернатор округа Александр Цибульский. Многофункциональные центры пользуются большим спросом у жителей региона о том, какие новшества появились в МФЦ в 2019 году и какие будут реализованы в 2020. В НАУ стартовал фестиваль «Одаренные дети Арктики». На протяжении трех месяцев школьникам предстоит проявить свои знания в ходе научно-исследовательских и творческих конкурсов, лекций и тренингов. Вице-губернатором Нейнского округа предстоит усилить работу по привлечению федеральных средств на реализацию национальных проектов в регионе. Такую задачу в ходе еженедельной планерки поставил губернатор округа Александр Цибульский. По его словам, утвержденные объемы софинансирования мероприятий, которые реализуются в рамках нацпроектов, недостаточны для того, чтобы выполнять их в срок и с надлежащим качеством. Между профильными органами власти Нейнского округа и федеральными министерствами и ведомствами заключено 44 соглашения по исполнению региональных проектов в рамках нацпроектов. Общая сумма финансирования проектных мероприятий, предусмотренная на 2020 год, составляет более 3 миллиардов рублей. Из этих средств, по словам заместителю губернатора Татьяны Лагвиненко, федеральная составляющая чуть более 1 миллиарда рублей, региональная – 2 миллиарда. Таким образом, из федерального бюджета софинансируется лишь 31%. Я хочу обратить внимание на то, что не по всем трасслям соблюдается пропорция 90 на 10. И в среднем у нас получился 31%, учитывая сложность исполнения бюджета в этом году, наверное, надо посмотреть и поработать с федеральными ведомствами. Губернатор счел работу своих заместителей по привлечению федеральных средств для реализации на территории Ненецкого округа национальных проектов недостаточно эффективной, отметив, что недоработка наблюдается со стороны вице-губернаторов практически по всем направлениям. Коллеги, вы все стали заместителями губернаторов, в том числе первая основная ваша КПА – это в том, чтобы представлять в федеральных органах власти на федеральном уровне субъект и добиваться выделения финансирования. Вы нужны для того, чтобы лоббировать эти интересы. 31% – это недопустительно. Я в прошлом году всех предупреждал, что цена на нефть упадет. Всем говорил в рамках закрытых совещаний. Это было во всех макроэкономических прогнозах на Минкомразвитии. Ну вот мы пришли. Что мы дальше будем делать? Вы мне что завтра придете? Скажите, что я должен социальные обязательства перед гражданами урезать, чтобы мы выполнили показатели нацпроектов? Нет, коллеги, бегом с завтрашнего дня все в свои министерства и пересматривать соглашения, и требовать выделения больших денег. Губернатор подчеркнул, что заместители главы региона должны усилить аргументацию при отстаивании интересов округа в профильных федеральных ведомствах, отметив, что в окружном бюджете, вопреки сложившимся стереотипам, основанным на высоких показателях ВРП на душу населения, нет средств, достаточных для того, чтобы взять на себя обязательства по самостоятельному финансированию мероприятий в рамках национальных проектов, и при этом в полном объеме обеспечивать социальные гарантии перед гражданами. Мы в ходе частных субъектов Совета Федерации подняли очень важную тему, связанную напрямую с тем, что я сейчас сказал. Нас поддержала Ватина Ивановна и готова была, в том числе, говорить с руководством, выступать на нашей стороне. Это касается перераспределения или возмещения части доходов, которые формируются на территории субъекта. Опять же говорю, не откладывай, это не моя инициатива, это вы все должны этим работать. Вперед, Татьяна Павловна, завтра в Минфин, завтра, послезавтра с этой позиции. Письма, встречи и отрабатывайте. В Совет Федерации сенаторов наших подключайте, чтобы они этот вопрос держали на контроле. Также Александр Цибульский добавил, что позиция, озвученная им на пленарном заседании Совета Федерации 30 января, должна быть отражена в итоговом постановлении Верхней Палаты Российского парламента, которое будет вынесено на рассмотрение 12 февраля. Это те деньги, подчеркнул глава региона, которые дадут возможность решить закоренелые вопросы, копившиеся десятилетиями, которые есть на территории Ненецкого округа. В Ненецком округе собирают данные учреждения образования для оснащения их системами контроля и учета доступа. Специалисты Департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций и Ненецкого информационно-аналитического центра совместно с экспертами в области установки систем контроля и учета доступа проводят обследование образовательных организаций Наринмара и поселка Искателей. Как отметил руководитель профильного департамента Павел Окладников, в настоящий момент идет сбор данных о параметрах зданий, количестве входов, установленном охранном оборудовании. Данные, собранные в ходе обследований зданий образовательных организаций Наринмара и поселка Искателей, станут основой технического задания для подрядчика, который займется установкой систем контроля и учета доступа. Проводились в детском садике как раз таки кораблик, радуга в части школ. Здесь большое спасибо департаменту образования, что оказывают всецельную поддержку и по сути дали зеленый цвет для специалистов, которые мы пригласили. Система контроля и учета доступа включает в себя комплекс программных и технических средств, обеспечивающих защиту от проникновения в образовательные организации посторонних лиц. На оснащение образовательных учреждений Наринмара и поселка Искателей с системами контроля и учета доступа в региональном бюджете предусмотрено почти 36 миллионов рублей. Более 100 тысяч обращений поступило во многофункциональные центры Ниньского округа в 2019 году. Самыми популярными запросами оказались услуги Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты округа. О том, какие новшества появились в 2019 и какие ждать в 2020 году, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Очень хорошо обслуживают, да, очень. Делают прекрасно все. Сейчас надо тоже дать реквизиты. Я сам здесь был, вот буду просить их, чтобы они там мне с карты сняли реквизиты. Они и сделают. Все устраивает. Единственное ожидание очереди долгой бывает. А так? Нормально? Нормально. Хорошо, понравилось. Удобно. Мы все документы скопировали здесь в электронном виде. Приходим, только пишем заявление и все. Очень удобно. Для удобства жителей в многофункциональном центре на протяжении года появлялись различные новшества. В частности, организован прием документов в единое хранилище, что в перспективе позволит улучшить качество приема документов и сократит время оказания услуг. Также появились платежные терминалы не только в городе, но и округе, что существенно облегчает задачи жителей на селе. Организована работа у нас в центре телефонного обслуживания. Для нас это вообще такой серьезный шаг, потому что мы перешли на IP-телефонию полностью. Это, в общем-то, позволило нам усовершенствовать работу наших телефонистов и, в общем-то, повысить качество обслуживания населения в части их информирования, консультирования. Еще одно новшество прошлого года – предоставление услуги на получение загранпаспорта нового образца. Причем в 2020 году эта услуга будет еще более оптимизирована. Если раньше для получения паспорта надо было все равно обращаться в ФМС, то сейчас все необходимые биометрические данные смогут собрать в многофункциональном центре с помощью новейшей криптокабины. На сегодняшний день криптокабина, она взяла приписываться в ФМС после установки. В ближайшее время она начнет свою работу. Заявителю будет вдаваться штрих-код, по которому он сможет самостоятельно внести свои биометрические данные, снять отпечатки пальцев в криптокабине и сделать фотографию на новый загранник. Мы сейчас анализируем, смотрим те услуги, которые предоставляются, те процессы, которые происходят. Будем их, а, автоматизировать, и, б, скажем так, приближать их к жителю. И, наверное, такой большой и основной задачей на этот год и на ближайшие, я чуть ранее говорил, это уже проактивность. То есть проактивность – это услуги не по заявлению, а услуги по факту наступления события. Добавлю, в ближайшем времени жителям поселений также можно будет получить загранпаспорт при помощи портативной техники, которую будут отправлять в филиалы МФЦ. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». День холода в Нейнском округе будут отмечать один раз в четыре года. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению. Инициатором изменений в закон о праздничных днях и памятных датах Нейнского округа выступил вице-спикер Матвей Чупров. Когда закон принимали, было принято решение, что день холода должен праздноваться 28 февраля. Хотя изначально при его создании предполагалось, что он будет отмечаться последний день зимы. То есть последний день зимы в следующем году, в этом году выпадает на 29 февраля. Матвей Чупров также отметил, что законопроектам предлагается проводить этот праздник один раз в четыре года, учитывая его общую направленность на защиту глобальных изменений климата на планете. По итогам обсуждения законопроекта, комиссия рекомендовала комитету принять документ сразу в двух чтениях. Напомню, основной целью празднования дня холода является привлечение внимания к уникальному арктическому климату, в том числе в связи с наличием проблем глобального потепления климата на планете. В качестве официального праздника день холода, день Арктики, был введен на территории Нейнского округа региональным законом от 12 июля 2019 года. Пройдя огонь и воду, причем в буквальном смысле слова, они вновь принимают посетителей. В Наринмаре открылся фитнес-клуб, который ранее располагался на Ненецкой-10 и был уничтожен огнем в октябре 2019 года. Как говорят сами предприниматели, пожар, который изначально казался страшной трагедией, позволил клубу усовершенствоваться. Теперь в нем современнейшее оборудование и еще более подготовленный тренерский состав. Мария Владимирова расскажет подробнее. Яков Артеев, не дожидаясь церемонии официального открытия клуба, приступает к тренировкам. Сегодня он первый посетитель. Правда, какой будет программа занятий первого дня, еще не определился. Пока еще не осмотрелся, честно говоря, пока глаза разбегаются, надо посмотреть сначала нормально. Фитнес-клуб создавали с нуля. В октябрьском пожаре не уцелело ничего. Владельцы закупили для спортзала новый инвентарь и оборудование. Тренажеры, новейшее оборудование. Ездили на выставку в Москву специально, на МИОВ, для выбора, для тестирования оборудования. Не абы-кабы купить это оборудование, а именно ездили в Москву. В фитнес-клубе два зала. Тренажерный и для фитнеса. Помещения предоставлены предпринимателям, Центром развития бизнеса на льготных условиях. В данном случае по открытию фитнес-клуба мы оказали имущественную поддержку. То есть у нас в Центре развития бизнеса в собственности был подвал, который не использовался и был неинтересен, в принципе, предпринимателям. Мы предложили для фитнес-клуба. Достаточно таких легких, льготных условиях. Имущественная поддержка стала одной из мер, которую оказали предпринимателям. В целом, со стороны исполнительной власти округа, пострадавшим в Октябрьском пожаре, была оказана всесторонняя помощь. Когда случилась вот эта трагедия, сразу создан штаб. Администрация и губернатор непосредственно, мы все принимали участие в тем, чтобы помочь тем, кто пострадал. Потому что предприниматели, в данном случае вот этот предприниматель, который занимался фитнес-центром, они потеряли все. Останавливаться на достигнутом предпринимателе не собираются. Планы грандиозные. Нам хорошо помогли, нашли помещение, которое, в принципе, нам подошло по площади. И в долгосрочном плане у нас, конечно, печенье стоит перейти. Там у нас ведь все в порядке, по-моему. Да, 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 там все хорошо. Там уже разрабатывается проект, уже посады. Когда вы там построите? По-моему, там 22-й год стоит отначение. 22-й год уже будет. Ну а тренеры ждут любителей спорта и здорового образа жизни. Фитнес-клуб расположен по адресу улица Рыбников, дом 6Б. В Наринмаре стартовал проект Центра поддержки гражданских инициатив «Календарь добрых дел». Это 12 всероссийских социально направленных акций, приуроченных государственным и международным праздничным датам. Темы акций разнообразные. Первая из них под названием «Мой выбор» прошла накануне и была направлена на профориентацию школьников. Наш календарь сосредоточил в себе 12 конкретных направлений. Это и молодежная политика, это и спорт, и культура, образование, и ряд других направлений. То есть один месяц – одно конкретное направление. Для знакомства учащихся Ненецкой средней школы имени Антона Перерки с одной из востребованных профессий современности откликнулась некоммерческая организация «Фонд экоразвития Ненецкого автономного округа». Мы хотели показать учащимся новые формы переработки мусора, которые, на мой взгляд, являются более экологичными и современными. Возможно, экскурсия на данное предприятие поможет выпускникам в выборе будущей профессии, а именно профессии эколога, либо кто-то из выпускников построит свой подобный бизнес на подобии данного предприятия. Ребятам рассказали про необходимость раздельного сбора мусора и способы его сортировки, объяснили, для чего нужна вторичная переработка, что можно изготовить из вторсырья и как это сказывается на общей экологической ситуации. В Наринмаре состоялось торжественное открытие фестиваля «Одаренные дети Арктики», приуроченного ко Дню Российской науки. Мероприятие проходит уже в четвертый раз и проводится в рамках реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной президентом Российской Федерации. Подробности в материале Александры Литковой. Ежегодно фестиваль собирает на своих площадках сотни одаренных школьников. Восьмиклассник Данил Попов участвует в нем второй раз. Сегодня он решил освоить навыки программной анимации. Делается это все элементарно. Берешь какую-то фигуру, спрайт и добавляешь ее на фон, и получается мультик. При изменении кадров получается видеоролик. В будущем Данил планирует получить профессию инженера и уже сейчас посещает кружок робототехники, который ведет преподаватель информатики Наталья Михайлова. Она же и выступает куратором площадки «Программная анимация». Стояла задача, чтобы за небольшое количество времени дети создали какой-то продукт интересный. Поэтому мы выбрали простейшую программу для создания анимации, пивот-анимации. И вот они в течение 10-15 минут могут создать небольшую анимированную гифку, картиночку. Всего в этом году на базе четвертой школы организовано 13 площадок. Робототехника, занимательная грамматика, конструирование, головоломки и другие. На каждой из них учащиеся могли пройти тематический мастер-класс. Красновская школа представила на фестивале три площадки для юных полиглотов, химиков и историков. Я посчитала, что это будет очень интересно и познавательно, к тому же нам посоветовала наша классная руководительница. И узнали много нового о тружениках тыла, где они прошивали то, как искали информацию о них, как долго это все продолжалось и как интересно это все проходило. Я приготовила в форме интеллектуальной игры, чтобы дети развивались и понимали, что наша Великая Отечественная война, благодаря ней мы в наше время мирно и оживем, как раз она называется «Знаем и помним» в разных направлениях. Это и музыка, и фильмы, и исторические данные, и литература. Допустим, я показываю какой-то отрывок фильма, они должны задать задание, что из этого отрывка, допустим, дальше какое было продолжение, допустим, какую песню спели наши светские солдаты, которые их заставили немцы. И они должны это отгадать. Впервые фестиваль «Одаренные дети Арктики» состоялся в 2017 году. Его цель – популяризация и пропаганда науки, знаний, выявления, сопровождения и поддержка одаренных детей и подростков Ниньского округа. Площадки охватывают все учебные предметы – от математики до изобразительного искусства, а также помогают определиться с будущей профессией. Также мы уделили внимание и детям, которые больше склоняются не к точным наукам, а развивают свои способности в области таланта. Это изобразительное искусство, это обучение игре на гитаре, то есть они могут посмотреть, присутствует ли у них музыкальный слух, есть ли у них способности к рисованию, то есть они могут развивать свои наклонности, уже записавшись в нашу детскую школу искусства. То есть мы им помогаем определиться, сделать свой выбор по тому или иному направлению. В течение трех месяцев школьники Ниньского округа примут участие в различных научно-исследовательских и творческих конкурсах, лекциях и тренингах, например, Ломоносовский турнир, Аввакумовские чтения, лингвистическая конференция «Я исследователь», конкурс чтецов «Живая классика» и многих других. Итоги фестиваля «Одаренные дети Арктики» будут подведены в апреле, а победители смогут представить Ниньский округ на всероссийском уровне. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды.